Они боролись за победу на фронте и в тылу. В Самаре поздравили участников Великой Отечественной войны. Тех, кто в юном возрасте уходил на фронт добровольцам, кто переживал блокаду в осажденном Ленинграде, кто был еще ребенком, но наравне со взрослыми работал на заводах и в полях. Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила ветеранов и поздравила жителей города с наступающим праздником победы. Этот день символ мужества, героизма, самопожертвования народа, который выстоял в те кровавые годы. Наша с вами задача сейчас сохранять память и правду об этой войне и передавать ее из поколения в поколение. Я хочу в этот день всем нам пожелать, чтобы наше сердце было полно гордостью за наш народ, за нашу страну, за наших защитников. С праздником всех! С Днем Великой Победы! Елена Лапушкина вручила ветеранам и детям войны награды главы городского округа Самара. В числе награжденных Александр Владимирович Любимов ушел на фронт добровольцем в 1942 году. После окончания Харьковского краснозаменного училища химической защиты воевал на Карельском, 2-м и 3-м украинском фронтах. Награжден медалью за боевые заслуги орденом Красной звезды Отечественной войны 2-й степени. В свои 99 лет Александр Владимирович не потерял бодрость духа и жажду жизни. Раньше мне приходилось отвечать на подобные награды служу Советскому Союзу. Теперь я отвечаю, служу Российской Федерации. Почетные грамоты глава Самары наградила Валерия Ивановича Давгяла. Он родился незадолго до войны в Ленинграде в семье военнослужащего. Ребенком пережил блокаду, был эвакуирован вместе с матерью из осажденного города по ледовой дороге Ладожского озера. На протяжении 33 лет Валерий Иванович работает в Самарской городской общественной организации жителей блокадного Ленинграда. Средний возраст блокадников в Самаре перевалил за 90 лет. Это тоже уже, как говорят, годы. И мы обещаем, что пока мы живы, пока бьются наши сердца, мы будем выполнять нашу священную миссию. Это чтить память о тех временах, о тех годах, о наших предках, о защитниках, о воинах, о офицерах, которые освобождали блокаду Ленинграда. Самарцев с наступающим Днем Победы поздравил также председатель городской думы Алексей Дегтев. Для собравшихся подготовили концертную программу. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Продолжение следует...